Приветствую всех на канале Кустарное Производство. Меня зовут Сергей и сегодня я постараюсь вам рассказать на такой часто задаваемый вопрос, а что же это за ЧПУ-станок, который присутствует у тебя на видео. Это видео я снимаю уже на протяжении полугода в связи с переездом и того больше, потому что, как я сюда не приду, постоянно слышны посторонние звуки. Здесь находится несколько творческих мастерских, слева от меня делают коробки, справа от меня делают диваны, там же еще напротив диванов есть помещение, где делают какие-то стулья, там режут липовые иконы. И даже сейчас, придя сюда в воскресный выходной день в 5 часов утра, я по коридору шел и слышал музыку, а придя сюда, я услышал, как начали что-то строгать. Поэтому не обессудьте, если начнутся какие-то шумы справа и слева в виде пиления и строгания. Ну, увы, я это видео просто должен сегодня снять, потому что я четвертый раз сюда приезжаю и мне уже, честно говоря, надоело. Так вот, как только получилось первое изделие, встал вопрос об улучшении его качества. Мне не нравилось то, что, допустим, на слове были всегда какие-то сколы, всегда что-то отламывалось и очень был велик шанс сломать заготовку, пока ты из нее что-то выпиливаешь. В принципе, издалека, из фанеры, как бы качество видно, что было неплохое, но когда ты берешь в руки и замечаешь все эти малейшие огрехи, они как бы тебя расстраивают, и ты, в принципе, уже не вправе требовать за это те деньги, которые ты за них просишь. Три года назад приходился тогда бум на различные слова из дерева, всякие там фамилии, там свадебные аксессуары и прочее. И я, в общем-то, попал в эту струю, скажу сразу, станок меня купил в те лета, я купил довольно-таки очень быстро. Честно говоря, уже не помню как, но вот стал штудировать интернет, и там были просто космические станки с ЧПУ, которые делают там различные гравировки икон, различные балясины вытачиваются, там и поворотные оси присутствуют, и все-все-все, что только можно. Но цена на них, соответственно, сильно отличается от того бюджета, который у меня тогда присутствовал. На просторах интернета я наткнулся на сайт Кудмастер. Его найти не то чтобы сложно, во всяком случае он есть. Позвонил туда, вернее, даже не позвонил, а написал, поинтересовался, действительно ли цена на сайте соответствует в тогдашней цене. Мне ответили, что да, тогда этот станок стоил 76 тысяч, и делался он под сборку. Привет! Вот так вот с утра пораньше я пришел Василий. Итак, процесс изготовления станка занял у них около двух недель. Чтобы не тратить время зря, я решил изучить матчасть. Стал читать различные форумы, искать подходящие программы для написания управляющих программ. Изначально все это дело происходит следующим образом. Берется какая-то программа, графический редактор, отрисовывается в векторах то или иное изображение, после чего перебрасывается в другой редактор, и там сдаются линии управления реза. Глубина задается, материал задается и диаметр фрезы, после чего делается управляющая программа, которая открывается в матч-3, и станочек начинает свою работу. Две недели прошли, и в один из осенних вечеров я позвонил узнать о готовности станочка. Станочек был готов, и я отправился в Москву, чтобы его забрать. Станок общим размером 1,20 на 60 см прекрасно влез в ВАЗ-12 модели и был доставлен в свой родной город Калугу. Цена на сайте производителя указана без шпинделя. В тот момент я еще не понимал, что это в принципе такое, и как оно может влиять на работу, но я купил тот шпиндель, который предлагали они в комплекте. Это был обыкновенный китайский шпиндель, на нем есть соответствующая наклеечка Кутмастер, но вся его проблема в том, что он не держит обороты. То есть я начал уже впоследствии на нем что-либо делать, гравировать, и обороты у него постепенно падали, либо набирались, несмотря от того, какая единица вращения стояла на самом нем. Масса станка около 40 кг, но мне так кажется, сам я его, конечно, не взвешивал, и один я его точно не подниму, как минимум из-за того, что он очень габаритный. Главным условием работы на данном станке было приобретение вымирающего компьютера с наличием ЛПТ-порта. Сначала я этому тоже не придал особого значения, я купил просто старый компьютер и внедрил туда отдельный ЛПТ-порт. И это была моя, пожалуй, первая ошибка, потому что я, грубо говоря, купил станок, привез домой, все это дело состыковал, а он не работает. Причина была тому, что адрес ЛПТ-порта не соответствовал тому адресу, который должен быть на материнской плате. Было на самом деле очень дикое разочарование, я очень сильно расстроился, но стал решать задачи постепенно. Позвонил там своему однокласснику, узнал, есть ли у него в наличии что-то такое похожее, и приобрел компьютер уже со встроенным ЛПТ-портом. И уже фактически следующим вечером я все это дело состыковал между собой, включил в розетку и попытался запустить свою первую управляющую программу. И за вечер я сломал три фрезы, ну, в среднем одна фреза стоила 300 рублей. И я понял, что я что-то делаю не так. Переспав ночь с этой мыслью, я весь следующий день потратил на более глубокое изучение. И уже, в принципе, к вечеру третьего дня пользования я смог загравировать такую вот большую 30-сантиметровую звезду V-образной фрезой. Вообще, сама по себе гравировка, в принципе, дело не хитрое, и можно даже сказать, что бесшумное. А если же начинать вырезать что-то из фанеры, то это очень-очень громко, это очень-очень пыльно, и фактически в домашних условиях, ну, невозможно, потому что всегда могут прийти нажаловаться соседи. Поэтому мы с Василием совершили переезд в комфортабельный гараж. В гараже мы сколотили комфортабельный верстак. Детали того самого верстака до сих пор присутствуют здесь. Это вот эти вот две доски, на которых он стоит. И начали пытаться что-то сделать. Вернее, мы уже делали какие-то вещи, но нужно было больше произвести, чтобы пришло большое понимание того, что можно делать и как нужно это делать. И фактически к Новому году, то есть прошло с момента покупки около трех месяцев, а тогда был год коня, мы стали серийно производить таких вот деревянных лошадей на качалках. За эти три месяца освоения ЧПУ станка прошло несколько апгрейдов, то есть были установлены вот такие вот защитные барьеры, чтобы пыль, стружка не летела на подшипники, не забивала их. А также были куплены кресовский шпиндель и различный набор там цанг и фрез, потому что то, что предлагалось в магазине, в наличии всегда в нашем городе, оно не соответствовало тому результату, ожиданию и качеству, что хотелось бы получить. Ну а теперь давайте перейдем к устройству самого станка. Сам он выглядит как самодельный, но по факту он и есть самодельный, и все, кто приходил ко мне из друзей и знакомых, говорили, что у него недостаточно жесткости, что он тебя буквально за год расшатается, залюфтит и вообще как бы сломается и все такое. Но, как видите, при 8-часовой загрузке в день на протяжении двух лет с ним ничего не стало. Даже не стерлись капролоновые гайки, с помощью которых передается движение от портала до вращающегося винта. Сам станок состоит из четырех шаговых двигателей, четырех концевиков к ним и шести направляющих, по которым происходит перемещение по осям X, Y, Z. На оси X расположено два шаговых двигателя, у двух шаговых двигателей два концевика. Задача концевиков одновременно срабатывать в момент отправки двигателей к нулевой точке или же сообщить станку о наличии рабочего поля и начать вращать двигатели синхронно. Поэтому первое, с чем я столкнулся, это был перекос двигателей, ну, перекос портала, потому что станок приходил к нулевым точкам, начинал свою работу, и двигатели запускались несинхронно, и в оконцовке, ну, сначала это как бы незаметно, но чем дальше он уходил, удаление от нулевой точки, тем больше получалось расхождение. В оконцовке станок начинал клинить, и ничего хорошего из этого не происходило. С помощью, там, вспомогательной статьи на сайте Кутмастер я отрегулировал шаги вращения двигателей и также сделал небольшие соответствующие подкладки под концевики, там, в виде фанеры, и все это дело закрепил стяжкой. Перекос портала иногда сопровождался поломкой здесь вот подшипника. Подшипник рассыпался, из него шарики высыпались, и, соответственно, он начинал сразу же клинить и вообще никуда не ехать. Подшипники я нашел тоже, где покупать, лучше их не покупать у ребят-производителей, потому что, ну, у них как бы дороговато. Есть сайт с ЧПУ-запчастями, называется он Darkstone Класс Точности, находится он в Воронеже, сам я тоже у них в магазине был и приобрел на всякий случай впрок несколько таких вот подшипничков. Но, благо дела, я не исключаю, что подшипники могли сыпаться как минимум из-за того, чтобы, возможно, была какая-то вот серия брака. И как-то поставив один раз подшипник, ну, уже нормально купленный, больше никаких проблем у меня с ним не возникало. И еще как вариант, я грешу на то, что у меня был компьютер, и он сам по себе, как говорится, древний, и при запуске какой-либо там такой вот задачи фоновой станок мог пропускать шаги. То есть это самый, пожалуй, главный минус таких станков. То есть он управляется от древнего компьютера, а в древнем компьютере все должно быть заточено под то, чтобы, грубо говоря, открыть матч 3 и запустить управляющую программу. Никаких потусторонних приложений в нем вообще не должно быть. Вообще очень многое зависит от компьютера, потому что доходило даже до смешного. был куплен компьютер, тоже там второй или третий, я не помню. И в нем было нашпиговано очень много программ, там от записи дисков, там всякие антивирусники и прочего, прочего, прочего. И вот станочек работает там, битый час, и всплывает заставка, там экранная заставка рыбки. И компьютер, соответственно, задумывается, станок замирает в ожидании чуда, а матч прокручивает какие-то шаги, шаги пропускаются, и станок начинает резать там с того момента, ну думает, то есть он замер в одном месте, десятых шагов был пропущен, и он думает, что именно на этом месте он остановился и начинает все это дело резать дальше. И ни одна, так сказать, была заготовка испорчена вот таким вот средством. В оконцовке пришлось все вообще с компьютера снести и оставить только матч-3. То есть это реально самая такая большая ошибка, то есть большой недостаток данного типа станков. Я на просторах интернета встречал такой вот небольшой прибор, куда можно вставить флешку с одной стороны, с управляющей программой, а с другого торца можно вставить непосредственно ЛПТ-порт, и с помощью него можно управлять. Но еще тогда он стоил заоблачных денег в районе 20 тысяч рублей, а сейчас я даже боюсь представить, сколько он может стоить. В начале и конце винтов расположен подшипник. За работу шаговых двигателей отвечает контроллер, который расположен на перемещаемом портале со шпинделем. Марка контроллера Pure Logic. Точные цифры вам не скажу. И, собственно, сам шпиндель марки Крес FME 800. Шейка крепления 43 мм. Шпиндель включается в розетку, на которую с контроллера поступает напряжение в момент выполнения операции. На контроллере также имеются выходы для подключения четвертой оси. Также есть выходы для того, чтобы подключить такую вот таблеточку для выставления оси Z. Ну и также есть стол с резьбовыми отверстиями M6. Вот, пожалуй, все, из чего он состоит. Так что же может делать станок? Станок может фрезеровать различные материалы, такие как металл, дерево, оргстекло, пластик. Также станок может делать 3D-гравировку. Ну, вернее, даже это не 3D, а 2,5D. Чтобы сделать 3D-гравировку, понадобится установить соответствующую дополнительную вращающуюся ось. Фрезеровку таких деталей я непосредственно делал, но это очень-очень долго и просто колоссально долго, чтобы проще этого не делать, чем это делать. Но при соответствующем терпении и желании, уверен, что вы можете такой процесс повторить и получить очень хорошее изделие. Я, например, делал из стандартных моделей, которые прилагаются в артками. Это ящерицу и там есть такой мишка. То есть мишку я конкретно углублял такой специальной гравировальной шарообразной фрезой. А ящерица, соответственно, была такая выпуклая. Ну, правда, действительно очень долго, но результат мне очень понравился. И самый, пожалуй, главный минус, что нужно иметь очень большое количество фрез для выполнения того или иного вида обработки. Сюда в станок вмещаются заготовки высотой 9 см, рабочее поле, соответственно, длиной 1 м и шириной 50 см. Можно все сюда вставлять немного больше длины, то есть для этого нужно, соответственно, убрать борта и сюда смело, в принципе, влезут 60 см. А по длинной стороне можно даже вставлять безразмерные заготовки, то есть закрепить станок, например, под углом 90 градусов, чтобы и справа, и слева было расстояние. Можно будет, допустим, какие-нибудь мебельные щиты либо фанеры, ну, просто попеременно так вот вставлять и делать какие-нибудь экраны для, не знаю, для радиаторов, либо просто какую-то делать резьбу для украшения, там, не знаю, оконных рам. По станку могу сказать одно. Задачи он свои выполняет. Точности его мне хватает. Можно не спеша обрабатывать алюминий или латунь. В моем случае я обрабатывал алюминий, делал такие вот печати для клеймения дерева. Все запчасти, там, от подшипников до направляющих рельс можно купить как у самого производителя, так и отдельно в магазине, интернет-магазине Darkstone. Все ссылки я прикреплю к описанию видео. На момент покупки станка ребята мне предупреждали, что по стечению какого-то времени могут износиться капролоновые гайки. Ну, это те самые гайки, которые передают движение портала станка, там, от винта. Но за три года с ними ничего не случилось. Он по-прежнему нормально работает, выпиливает там ровные круги. И, как бы, вообще никаких нареканий я к нему не испытываю. Что могу сказать насчет размера? Ну, рабочее поле метр на 50. Фактически на этом станке я выпиливаю, ну, заготовки в пределах 40 на 40 сантиметров. Поэтому, если вы не знаете, какое рабочее поле вам брать, ну, сядьте хорошенько и подумайте. Потому что не вижу смысла никакого, там, пулять лишние деньги на то, чем ты, в общем-то, никогда не будешь пользоваться, либо, как минимум, на то, что тебе пригодится, там, один раз в год. Цена на это оборудование, я считаю, полностью оправдана. Она оправдана и тогда, три года назад, и, в принципе, сейчас. Потому что я не вижу никакого смысла, чтобы тратить свое время на изготовление самостоятельно такого ЧПУ станка. Его, на самом деле, проще купить либо в Китае, там, небольшого размера, с рабочим полем 30 на 30, либо, в принципе, у этих ребят, потому что цена у них соответствует качеству и ожиданию. Ну, а те, кто желает самостоятельно собрать, в этом, в принципе, ничего сложного нет. У меня есть друг, который собрал такой же станок, ну, не прям такой же, а с рабочим полем где-то тоже 40 на 40, и он делает светящиеся, не вывески, а эти такие эмблемы на автомобиле. Китайское производство он, конечно, не перебьет, но для себя, для хобби, для друзей он собирает такие вот интересные вещицы. Маленький размер станка заведомо исключает раскрой листовых больших материалов, поэтому уже нужно меньше заморачиваться на тему того, где поставить этот станок. Маленький всегда можно поставить на столе, а если это что-то большое, вот, типа, как мой, его уже дома на столе не поставишь, потому что будет шум, будет грязь. Сначала на шум не обращаешь никакого внимания, но после, допустим, полугода работы с таким оборудованием, начинаешь потихоньку привыкать, и тебе все это начинает надоедать. Чтобы бороться с шумом, необходимо приобрести вот такие вот шумодавные наушники с активным шумоподавлением, и тут есть еще такой вот штекер для прослушивания музыки, потому что станочек лучше не оставлять отдельно работающим, чтобы не было какого-либо конфуза, чтобы там компьютер не пропустил шажочки или еще что-то, поэтому фактически, когда ты на нем что-то делаешь, ты сядешь рядом и контролируешь процесс. Ну, в общем-то, полноценный оператор станка ЧПУ. На самом деле, как показала практика, станок ЧПУ не является центром мастерской, а лишь ее приятным дополнением. Конечно, можно его приобрести, и дальше невидимая рука рынка подскажет, что вам на нем делать. Но сейчас большую часть времени этот станок просто стоит и, в общем-то, не задействован, а используется вот прям крайне редко, то есть, ну, в лучшем случае раз в месяц что-то вдруг понадобится выпилить. Ажиотаж на тот вид изделий, который был три года назад, он спал, то есть, он фактически уже пропал, и очень большая конкуренция. То есть, прежде чем станок этот покупать, еще нужно изучить конкуренцию на тот вид товаров, который с помощью этого станка можно производить. Как я и сказал раньше, станок себя купил за два месяца и продолжает радовать меня до сих пор. С вами был канал Кустарное Производство. Спасибо за внимание.